Это первое чудо света. Один из самых загадочных и древних памятников архитектуры. Его сила безгранична и не подвластна науке. Тальмены, таинственные сооружения, появились по всей планете почти 10 тысяч лет назад. Они рукотворного происхождения, но вряд ли созданы людьми. Строения из мегалитов обладают магической силой. Они могут наделять сверхъестественными способностями, исцелять и даже лишать жизни. Ученые считают тальмены самым мощным оружием, когда-либо существовавшим на Земле. И уверены в его инопланетном происхождении. Но кто доставил к нам эти таинственные сооружения? Когда они проявят свою истинную силу? Какой она окажется? Разрушительной или созидательной? И почему появление дольменов связано с исчезновением древнейшей цивилизации атлантов? Экспедиция программы «Тайны мира» отправляется на поиски Атлантиды. Меня зовут Анна Чаплана. И я начинаю расследование. Кто оставил на Земле таинственное оружие неизведанной мощи? И на кого оно направлено? Напоминает микросхему, если его рассматривать, примерно эти стены выглядят таким образом. Какими тайнами владели атланты? И почему они их так тщательно охраняют? Мы не можем думать так, как они. Загадка дольменов – ключ к процветанию человечества или инструмент уничтожения всего земного? Они пришли из иных миров, и об этом прямо везде говорится. Какие секреты Атлантиды унаследовал античный мир? Они зашифровали информацию по науке и технике и во всех священных книгах. Я расстрою все тайны. Великая тайна античного мира. Как зародилась цивилизация Атлантов? По одной из версий, жители Атлантиды – это первое поселение инопланетной цивилизации на Земле. Первопроходцы, чья цель была исследование территории. Но им так понравилась наша планета, что они не захотели возвращаться обратно. Гибель настигла Атлантиду 7 тысяч лет назад. Но поиски погибшей цивилизации продолжаются до сих пор. Что ищут ученые, археологи и авантюристы всего мира? Богатство исчезнувшей империи или ее тайные знания? Описания говорят о том, что там были связи с иными мирами. Были какие-то волшебные летающие города. Историки, геологи, океанологи до сих пор не могут договориться, где искать затерянный континент. Багамские острова, Бразилия, Филиппины, Палестина, Скандинавия и Камчатка – вот неполный список мест, где предположительно находилась таинственная страна. Может, мы найдем действительно какие-нибудь древние подводные города, какой-нибудь древний космодром с затопленными летающими далеками. Пожалуйста, можно найти, попробовать. Но, может быть, исследователи ошибаются? И искать нужно не затерянный мир, а его выживших обитателей – мифических атлантов. Кто знает, возможно, они до сих пор живут и действуют среди нас. Параллельно с нами существуют эти цивилизации. Многие встречаются с представителями ими. Но никто не подумает, что он встречался, допустим, с представителями подводной цивилизации или подземной цивилизации. Каким неземным могуществом обладали жители Атлантиды, исследователи могут только догадываться. Но все они уверены – задолго до появления первых развитых цивилизаций Атланты уже знали, что такое телевидение, авиация, электрический свет, рентгеновские лучи, антибиотики и ядерная энергия. Атланты даже умели летать в космос. В слоях, относящихся к древнейшим периодам истории, находят какие-то почти современные металлические шары, какие-то странные обломки различных приборов. Это уникальные кадры подводной экспедиции. В поисках затонувших городов древности ученые натыкаются на настоящие сокровища – инструменты, посуду, обломки, архитектурных сооружений. Некоторые находки поставили исследователей в тупик. Откуда в античном мире появились предметы, назначение которых остается загадкой даже для современных людей? Неужели это и есть наследие атлантов, которым они поделились с людьми тысячелетия назад? Тайны Атлантиды хранят в себе секреты безраздельного могущества. Получить хотя бы его частичку пытались Гитлер, Наполеон, Александр Македонский и Павел Первый. Но секреты, с помощью которых можно управлять миром, до сих пор под надежной охраной. Гитлер был мистик, и Гитлер прекрасно знал, что на Земле существовало несколько цивилизаций. Атланты его интересовали в том плане, что он хотел взять от них какие-то технологии, чтобы опередить время и с помощью этих технологий завоевать нынешнюю цивилизацию. Наглядный пример технологии атлантов – дольмены. Это единственное, что осталось на поверхности Земли после исчезновения древнейшей цивилизации. Таинственные постройки из мегалитов, огромных каменных плит весом до сотен тонн. По всему миру разбросаны тысячи таких сооружений, а их возраст достигает десятков тысяч лет. При этом технологии строительства настолько совершенны, что появление дольменов на Земле можно объяснить только инопланетным происхождением. Известно, что Гитлер, увлекавшийся мистикой, считал дольмены тайным оружием безграничной силы. И долгие годы пытался открыть их секрет. Он пытался использовать вот эти сами системы, как бы конденсаторы земной энергии, для того, чтобы, так сказать, завоевать нынешний этот мир. Еще до войны он посылал на Кавказ отряды ученых под видом различных экспедиций – альпинистов, туристов, исследователей. На самом деле это были агенты СС, в структуре которой работала мистическая организация Аненербе «Наследие предков». По секретному проекту Гитлера она занималась поисками древнейшей цивилизации, следы которой ведут на Кавказ. То есть это мощные излучения, которые могли бы, так сказать, уничтожать всю живую силу и технику и зомбировать людей. И, в общем-то, если бы он смог этим овладеть, то я думаю, что история Второй мировой войны могла бы быть иной. Современный человек не знает, как использовать эти священные сооружения для связи с параллельными мирами. Однако до сих пор люди ощущают на себе чудодейственное влияние мегалитов. При помощи дольменов я срастила мальчику трещину на ключице за 40 минут. Но к вечеру он уже спокойно бегал, двигал своей рукой. Это сейчас Мария обладает телепатическими способностями и третьим глазом, работает в психологическом центре и помогает людям. До знакомства с дольменами ей самой требовалась помощь. История началась 10 лет назад с поездки на отдых в Новороссийск. Туристов ограбили прямо на вокзале. Все, что происходило дальше, похоже на мистику. Нашлись добрые люди, которые приютили гостей из столицы. А узнав их историю, посоветовали найти таинственные дольмены. Мы нашли полуразрушенный дольмен. Я ощущала в теле, как будто бы много-много таких змеек энергетических бегает по телу. С тех самых пор Мария ездит на дольмены каждый год и проводит рядом с ними минимум полтора месяца. Она уверена, связь с высшими силами становится все сильнее. Годами установилась уже телепатическая связь с дольменами. Умение считывать информацию, умение передавать ее на расстояние, умение выходить из тела. В том числе работать со своей собственной судьбой, своим прошлым и будущим, со временем. Дольмены сегодня стали местами настоящего паломничества. Людям там являются старцы, монахи, которые вещают божественную истину. После посещения дольменов больные выздоравливают. Невезучим улыбается удача, а у бесплодных рождаются дети. Этот дольмен произвел настоящий фурор в научных кругах всего мира. Последние три тысячи лет он провел на дне реки Кулихо в Туапсинском районе Краснодарского края. Обнаружили его случайно, но находка обещает стать сенсацией. Внутри дольмена находился каменный диск с астральной символикой. Ученые уверены, в их руках оказался ключ к разгадке таинственных сооружений. К дольменам издавна обращались с мольбой о детях. А в самих сооружениях совершался обряд избавления от бесплодия. Женщины для этого пролезали в каменное отверстие и пили воду из лунок рядом с дольменами. Эффект был потрясающий и долго ждать себя не заставлял. Сам дольмен, он олицетворяет собой, как каменное чрево, вход в землю, в чрево земли матери. Разгадка тайны Атлантиды позволит человечеству совершить небывалый прорыв. Секретному оружию атлантов дольменам приписывают невероятные возможности. С их помощью якобы можно перемещаться во времени и пространстве, попадать в другие миры, общаться с инопланетными цивилизациями. А может быть, атланты и сегодня используют дольмены неизвестным нам образом? Возможно, вся наша история написана рукой жителей Атлантиды. Были учителя, они пришли и обучили человечеству этим знаниям. В это можно не верить, но как тогда объяснить неожиданные всплески науки, культуры и искусства у жителей древнейших цивилизаций мира в одно и то же время на разных континентах? Откуда древние получили знания, над происхождением которых современные ученые до сих пор ломают голову? Для классической истории это действительно загадка, как дикие племена внезапно становятся высокоцивилизованными народами. Мы ученики, они учителя. Хотели бы мы или нет? Но что стало с потомками древней цивилизации? Исследователи уверены, жители погибшего города передали свои знания народам, которые были готовы их принять. Возможно, именно этим объясняется невероятный рассвет мировых цивилизаций. Исследователи утверждают невероятное. Утратив собственные земли, атланты колонизировали древние государства. Но брали их не силой, а секретными технологиями. Они управляли миром, определяя путь развития человечества на свое усмотрение. Нашу землю рассматривают как лабораторию для испытания землян, людей. По желанию атлантов развязывались войны. Появлялись и исчезали империи. Создавались культурные ценности. Нам не дано знать, какие цели преследовали атланты тысячелетия назад. И где гарантия того, что и сейчас нами не управляют белые полубоги. Так кем же были мифические атланты? Цивилизации высшего разума или обычными людьми? Которые поклонялись богам, приносили жертвы и воевали друг с другом. И почему в таком случае мифы приписывают им? Гигантский рост и сверхчеловеческие способности. Что же такое Атлантида? Философская выдумка Платона или идеальное государство прошлого? Тайна легендарного острова – предмет самых фантастических гипотез. Но если факт гибели цивилизации признают во всем мире, значит, она все-таки существовала на самом деле. Программа тайны мира узнает, кто выдумал миф об исчезнувшей цивилизации и кому понадобилось скрывать правду от человечества. Далее в программе. Перемещение в другие миры возможно. Как открываются загадочные порталы? Человек входит в состояние транса и, покидая тело... Целебные свойства мегалитов. Энергия дольменов дарит людям сверхспособности. Воздействие будет идти чисто на энергоинформационном уровне. Подводная экспедиция программы тайны мира. Мы нашли следы древней цивилизации. Я расстрою все тайны. Экспедиция программы тайны мира отправляется на побережье Черного моря. Исследователи ищут Атлантиду по всему миру. Но последние открытия дают неопровержимые доказательства. Следы погибшего континента находятся в России, на Кавказе. Именно там расположено самое большое скопление дольменов. Треть из всех обнаруженных на Земле. Кавказ – родина так называемой Второй Атлантиды. Мало кто знает, что на самом деле после гибели Атлантиды настоящей, часть атлантов уцелела. И они переселились при Черноморье. Со времен первого упоминания в истории о затонувшем острове поиски Атлантиды не прекращаются уже две тысячи лет. Исследователи выдвигают все новые версии нахождения обители легендарных Атлант. По одной из них Атлантиду следует искать не где-нибудь, а именно в Краснодарском крае России. Черноморское побережье России – город Геленджик. По мнению исследователя Александра Гальченко, останки Атлантиды надо искать именно здесь, в Геленджикской бухте, напротив маяка. На Черноморье я уже два места знаю. Вот место где-то, вот оно. Съемочная группа программы «Тайны мира» готова к погружению. В этой точке находятся останки древнего поселения Атлантов. Они скрыты под толстым слоем морских отложений. Ученые возлагают большие надежды на удачу поисковиков в этом районе. Посмотрим, что нам удастся найти. Все, давай, ты готов? Я пошла, я пошла. Обычной подводной прогулкой это назвать сложно. Аквалангистов подстерегают опасности, которые не поддаются разумному объяснению. Доподлинно известно, что многие искатели Атлантиды не раз погибали при загадочных обстоятельствах. Искатели приключений со всего мира не раз отправлялись на поиски затонувшего государства. Для многих они заканчивались смертью. Кто охраняет тайну древней цивилизации? Волны Черного моря хранят в себе много тайн. К одной из них нашей экспедиции удалось прикоснуться при первом же погружении. Всего лишь в ста метрах от берега руины древнего города. Там когда-то находили, это самый был город, говорят, находили от Римской вот эти вот, как имя, тунику, когда носят, вот эта вот печать у них стоит здесь. Сквозь слои морских отложений нам удалось найти уникальные предметы. Эти обломки строительных материалов свидетельствуют о высочайшем развитии архитектуры древней цивилизации. Колонны, плиты, обломки стен оказались не подвержены времени и разрушительной силе морской воды. Каким образом люди тысячелетия назад могли создавать практически вечные сооружения? Ведь подобные технологии не знакомы даже современным строителям. Неужели это и есть наследие могущественных атлантов? Римская цивилизация младше Атлантиды на несколько тысячелетий. Возможно, чтобы найти следы про-цивилизации атлантов, нам нужно изменить вектор поиска. Искать не на морском дне, а там, где могли спастись люди. То есть в горах. Современные ученые утверждают, Атлантида не могла затонуть за один день. У ее жителей атлантов была возможность спастись. И они выжили. На горные земли пришли люди огромного роста, обладающие сакральными знаниями. Их технологии настолько отличались от примитивных навыков местных народов, что иноземцев стали почитать как богов. Жрецы могли предвидеть эту катастрофу. Они рассчитали время этой катастрофы. И, сохранив их, они заблаговременно ушли из погибающей своей родины и вот принесли высокие знания. Атланты были трех-четырехметрового роста. Имели массивную грудную клетку, втянутый половой орган. У них были перепонки до половины пальцев рук. А ступни ног имели листообразную форму. Они вели полуводный образ жизни. Естественно, что такие странные существа воспринимались обычными людьми, как божества. И это не догадки, основанные на мифах и легендах. Подтверждение этому сохранила сама история. Актов много. Находки в Сочи 2-2,5 метра. Находки-то действительно высокие люди. Атланты. Спустя некоторое время после исчезновения Атлантиды в разных сторонах света стали появляться постройки странной формы. Дальмены. Особенно их много на Кавказе. По официальной версии, это могильники, которые служили горным народом для захоронений. Это своего рода родовые склепы. В них появились захоронения через отверстия. Но так ли это? Зачем было создавать такие гигантские сооружения, неудобные для захоронений? Для шамана это вход в другой потусторонний мир. Это отверстие очень удобно, чтобы проползать, вытянув руки вперед, шаману в отверстие. Но крайне неудобно для того, чтобы делать захоронение мертвого человека. Загадка дольменов не разгадана до сих пор. Ученые считают, что дольмены появились гораздо раньше, чем те народы, которые использовали сооружения как могилы. И у них была совершенно иная функция. Для цивилизации, обладающей высшими знаниями, они служили обсерваторией для наблюдения за светилами. Не случайно дольмены называют антеннами, соединяющими Землю с инопланетной цивилизацией. Таким образом, Верховное правительство дистанционно может отслеживать то, что происходит на Земле, и вносить свои коррективы. Все это звучит невероятно, но атлантолог Александр Редько уверен, что дела обстоят именно так. Я достаточно подробно изучал, где-то в общей сложности, около 50 вот этих дольменов. Некоторые из них в хорошем состоянии сохранились. Многие разрушены. И сейчас, конечно, вот эта антенна не работает. То есть излучения как такового мощного нет. Но одиночное излучение каждого дольмена можно почувствовать. Кто же построил дольмены на Земле? Возможно, те, кто заселил ее будущими людьми. Инопланетяне-великаны. Археологи неоднократно находили тому подтверждение. Например, в одной из глиняных табличек древнего Вавилона говорится, что все астрономические знания жрецы Вавилонского государства получили от живших в Южной Азии великанов ростом свыше 4 метров. В шумерской культуре было прямых каких-то странных заимствований. Вообще непонятно от кого. То есть, ну, из космоса, можно сказать. Находили элементы и летающих тарелок, и каких-то странных кораблей, и каких-то приборов, которые непонятно откуда взялись. Все они могли быть в Атлантиде. На крыше дольмена хорошо видны круги. Это и есть древний календарь. В эти круги из лунок жрец-шаман клал камешки и в зависимости от изменения событий перемещал их по кругу. Ну, к примеру, от смены дня и ночи. Как и у современных людей, у культуры дольмена-строителей в году было 365 дней. Дольмен – это настоящая астрономическая обсерватория. Но как эти огромные плиты в несколько тонн весом оказались здесь, в непроходимых горах? Такого материала нет нигде поблизости. Атланты владели технологиями, недоступными для современного человека. Эти люди занимались внутренними практиками, которые мы сейчас знаем как йога и цигун. Мы знаем, что йоги способны облегчать вес собственного тела, левитировать. Когда таких продвинутых йогов, жрецов собирается много, эти люди способны облегчать вес камней и перемещать их на расстояние. Такие были технологии древних строителей. Загадкой остается технология строительства. Плиты весом от трех до трехсот тонн соединены между собой пазами с точностью до миллиметра. Для их создания использовались определенные породы песчаника, которые доставляли за десятки километров. Но следов дорог, по которым могли транспортировать камни, ученые найти не могут. Может, их и не было? Получается, что создатели дольменов оставили после себя только загадочные памятники. И до сих пор человечество так и не может раскрыть тайну древних строителей. Ведь им не нужны были ни техника, ни инструменты. Ряд фактов позволяет предположить, что существовала и более развитая цивилизация, которая обладала техническими возможностями для создания аппаратов, тяжелее воздуха, используемых в полетах. Древние мегалиты хранят еще одну сакральную тайну. Для посвященных и жрецов они служили порталом для путешествий в другие миры, где они могли черпать бесконечную мудрость. Оракулы предсказывали не по приметам, а на основе древних знаний. Они заключены в самом материале, из которого сделаны дольмены. Песчаник обладает кристаллической структурой, а кристаллы, как известно, лучшие накопители информации. На стенах плит волнообразные какие-то линии, свидетельствующие о том, что там, так сказать, генерировались какие-то излучения. И стены покрыты элементами кварца, напоминают микросхему. Все мегалиты стоят на разломе земной коры. Внутри дольменов есть рисунки, которые символизируют энергию Земли. Жрец с помощью энергетических потоков по своему желанию мог проникнуть в верхний или нижний мир. Там он черпал сверхъестественные знания. Когда шаман проползал внутрь камеры дольмена, его помощники закрывали каменной пробкой, и он оказывался в условиях искусственной сенсорной изоляции. Изоляции от света, звука и тактильных ощущений. Это помогало ему сконцентрироваться на внутренних своих ощущениях и глубоко войти в состояние транса и отправиться в шаманское путешествие. Об этой уникальной возможности жрецов стало известно много тысячелетий спустя. Но доступны эти знания были избранным. Вот почему сильные миры сего были готовы отдать любые деньги, чтобы проникнуть в тайну дольменов. Человек входит в состояние транса и, покидая тело, отправляется путешествовать в другие миры. Это общение с высшими духами и высшими шаманами в верхнем мире. Тайна дольменов по-прежнему остается недоступной. Даже добраться до этих сооружений может не каждый. Технологии атлантов непостижимым образом способны скрывать свое расположение. Можно заблудиться, ходить по кругу, просто застрять на половине пути. Съемочная группа нашей программы не стала исключением. Поиски дольменов превратились в настоящее испытание. Это можно считать уникальными кадрами. До сих пор немногим журналистам удавалось добраться до этого места. Нашей съемочной группе удалось. Эти дольмены еще никогда не снимали на камеру. Их энергия настолько велика, что, кажется, сохранилась на пленке видеокамеры. Далее в программе. Кто выдумал миф о гибели древней цивилизации? Здесь обрыв проходил приблизительно в этом месте. Потомки атлантов до сих пор живут среди нас. Учителя, учители, как их называют. Какими возможностями будет обладать человек, когда раскроет тайну дольменов? Меняется мировоззрение человека. Я раскрою все тайны. Невероятно. Но исследователь аномальных явлений Владимир Замарока утверждает, что ему повезло встретить Атланта. В поезде Киев-Москва он вошел к Владимиру в купе. Это высокого роста человек в черном. Примерно метр восемьдесят три, метр восемьдесят пять. Первая встреча, которая у меня произошла с ним. В поезде заходил в вагон, беседовал со мной. И с пассажирами, которые были в купе, кое-что продемонстрировал. Владимир увидел, что Атлант обладает исключительными способностями. Он дословно, с мельчайшими подробностями, повторил все, о чем Владимир говорил день назад со своей спутницей. И вдруг этот, который сел, посмотрел на эту женщину и говорит ей, можно вам сказать, о чем бы целый вечер вчера с этим мужчинам говорили, показывает на меня. Как магнитофон начал рассказывать, женщине это и стало плохо, выскучило с купе. Это поразительно. Но атланты действительно владели секретными технологиями прочтения мыслей. При общении с человеком они могли узнать о нем прошлое, будущее и настоящее. Экспедиция программы «Тайны мира» продолжает поиски следов древней цивилизации на берегах Азовского моря, где до сих пор сохранились руины античных городов. Для того, чтобы найти и дойти до начала, так сказать, слоев образования древнегреческого города Германасы, надо пройти 12 метров. Моряки на Азовском море стали свидетелями уникального явления. Практически у них на глазах из-под воды появился таинственный остров. Неужели это и есть часть затерянной Атлантиды? Выходил остров из воды. Вся команда очень удивилась сильно. Старпом нам объяснил, что такое происходит часто, два-три раза в год. Невероятно. Но это действительно может оказаться правдой. Если Атлантида много тысячелетий назад ушла под воду в результате природного катаклизма, то почему сегодня не может произойти обратное? Возможно, настанет время, и затерянный континент появится сам, чтобы открыть людям тайны процивилизации. В этом случае человечество ожидает небывалый научный и культурный прорыв, в сравнении с которым наше настоящее покажется каменным веком. Возможно. Вот этого я не исключаю. И технологии, и научные концепции мира, к которым мы только-только сейчас приходим, которые только-только сейчас открываем, и считаем, что это открытие 21 века. Но не исключено, что эти открытия 21 века уже были достаточно хорошо известны представителям процивилизации. Атланты владели секретами, недоступными для простых людей. Но некоторые их знания все-таки дошли до современного человека. Известно, например, что змеиный яд, который современная медицина использует в качестве лекарства, активно применялся атлантами. Эти знания были переданы человеку раньше, смыты потопом. Потом они все равно каким-то образом появляются у человека. И это происходит до сегодняшних дней. Ученые не сомневаются. Атланты были хорошо знакомы с тайными силами природы, с сокровенными особенностями растений, металлов и драгоценных камней. Жители Атлантиды умели даже управлять атмосферным электричеством. Они концентрировали его энергию, силой мысли придавали нужную форму, а затем использовали. Освещали дома, нагревали воду, плавили металл, лечили болезни, выращивали богатые урожаи, покрывая поля электрическим покрывалом. Они использовали не только энергию, но и информацию. Информация – это важнейшее направление их деятельности. К феномену дольменов можно относиться скептически. Можно сомневаться или даже не верить. Но не ощущать на себе их магическую силу невозможно. Лидия Филиппова не обладает сверхъестественными способностями. Она не практикующая целительница, да и мистикой не увлекается. Женщина просто живет рядом с дольменом. Буквально в одной минуте ходьбы от дома. Ну, вначале, конечно, было интересно, но сооружение, не поймешь, то ли сейфы фараона, то ли домик бабушки Егея. Ну, всякое же, так сказать, у кого на что фантазия гораздо. Таинственную постройку жильцы всерьез не воспринимали, пока знакомый врач не попросила прислать ей фотографии дольмена. Филипповы удивились, зачем официальной медицине потребовались снимки непонятных камней. Каково же было их удивление, когда выяснилось, что даже фотографии способны помогать людям. Она говорит, а я с каждым дольменом общаюсь и смотрю, какому пациенту он подходит по вибрациям. То есть она излечивалась. На этом чудеса не закончились. Близость к магической постройке повлияла и на жизнь семьи Филипповых. Муж Лидии всю жизнь был заядлым курильщиком и вдобавок страдал от язвы двенадцатиперстной кишки. В дольмены он не верил и даже не думал о чудесном исцелении. Оно наступило совершенно неожиданно. Ну, вот семь лет как не курим. И по врачам не ходим. На экскурсии к дольменам приезжают семьями. Интересные результаты дают наблюдение за детьми. После посещения дольменов малыши начинают внезапно писать стихи, рассказы, рисовать. Проявляют экстрасенсорные способности. Их характер и поведение тоже резко меняются. Меняется мировоззрение человека. А меняется его духовный план. Зарождается новое человечество с новыми парапсихологическими способностями. После посещения дольменов люди начинают видеть вещи и сны. В разы возрастает интуиция. У обычного человека вдруг открываются сверхспособности. Любое его желание, мечта становится реальностью. Но дольмены слишком необычное место. И подходить к нему нужно с соответствующим настроем. Если вы будете возбуждены или обеспокоены, то вряд ли что-либо почувствуете. Нужно расслабиться и настроиться. И тогда можно ощутить энергетику места. И услышать ответы на свои мысленно заданные вопросы. Судьбу лучше не испытывать. И внутрь дольмена не залезать. В данном случае ученые напоминают о проклятии древних. Влияние дольменов однозначно есть. При контакте с дольменами есть и другие негласные правила. Нарушать которые лучше не стоит. Слишком страшными могут оказаться последствия. Ни в коем случае нельзя забирать с собой кусочки камней дольменов. Это грозит смертью и проклятием всей семье. Далее в программе. Откуда на Землю спустились атланты? И зачем им понадобилась наша планета? Нашу Землю рассматривают как лабораторию для испытаний землян, людей. Что на самом деле дают людям дольмены? И какова цена магической силы? На два года биологический возраст увеличился. А что если Атлантида сама даст знать о своем существовании? Ждать осталось недолго. Я расстрою все тайны. Александр Семени, кандидат медицинских наук, возглавляет медицинский центр. Методы профессионала со стажем и практикующего специалиста могут показаться необычными для официальной науки. Информационные поля, энергетические потоки, электромагнитные характеристики внутренних тканей звучит таинственно и непонятно. Но это работает. Человек это не только кожаный мешок с внутренними органами, а это энергоинформационная конструкция, которая является приемником и передатчиком одновременно информационных потоков. Программа тайны мира ставит невероятный эксперимент. Мы узнаем настоящую силу дольменов. Проверим ее с помощью научной аппаратуры и зафиксируем результаты. Для этого нам понадобится доброволец и фотография дольмена. Упс. Так. Все, ручки кладем. Если для человека эта фотография ничего не значит, он об этом понятия не имеет, не читал, не видел, то воздействие будет идти чисто на энергоинформационном уровне. Фотография? Что-нибудь вам говорит? Знаете, что это такое? Как родник, как будто здесь должен течь вода. Аппаратура фиксирует показатели. Невероятно! Под воздействием дольмена меняются электромагнитные характеристики внутренних тканей, вязкость крови, меняется целый ряд физиологических процессов. И наш пациент это прекрасно чувствует. Все показатели у нас ухудшились. На величину от 2 до 13%. Вот уровень стресса был до 102 единицы, после 115 единиц. Удивительно, наш пациент действительно оказался подвержен воздействию фотографии дольмена. Все жизненные характеристики изменились. И при этом не в лучшую, а в худшую сторону. Это значит, что дольмены способны не только исцелять, но и забирать энергию. И если бы мы проводили наш эксперимент не с фотографией, а у самого дольмена, женщина могла серьезно пострадать. Энергетические резервы уменьшились, биологический возраст повысился. Что говорит о чем? Что данное фото повлияло во всех аспектах негативно. Это можно считать сенсацией. Эксперимент нашей программы подтверждает еще одну догадку ученых о предназначении дольменов. Если атланты действительно находятся за пределами нашей планеты, свое тайное оружие они используют для того, чтобы перекачивать с Земли ресурсы, энергию и даже кислород для нужд собственной цивилизации. Марс связывается с Атлантидой. После того, как Марс тоже высох и остался без воды и без атмосферы, то они переселились на Землю. Исследователь аномальных явлений Владимир Замарокко не сомневается. Атланты никуда не исчезли. Их цивилизация развивается на другой планете, а Земля для них просто полигон для испытаний. А сама Атлантида из-за катаклизма, которые там были и так дальше, перекочевала, как говорят, когорту планеты Сатурн и стала называться, мы ее назвали Феба. На этой Фебе и в настоящее время находится и подводная, и подземная цивилизация. Атланты ставят на нашей планете свой эксперимент по созданию из землян разумного человека. Опыт рассчитан на 20 тысяч лет. Причем 14 тысяч из них уже прошли. Они зашифровали информацию по науке и технике и во всех священных книгах. Все эти книги, которые переданы нашей цивилизации, содержат очень высокий уровень знаний, до которого, я сомневаюсь, дойдем мы или нет, когда-нибудь. Для большинства людей Атлантида – таинственный остров, затонувший в незапамятные времена, который хранит в себе несметные сокровища. И пока мы пребываем в этом заблуждении, сами Атланты пристально наблюдают за историей человечества и переписывают ее на свое усмотрение. С помощью НЛО наблюдают, что мы делаем, какие новые виды оружия изобретаем, испытываем, как мы наказываем сами себя, взрываем атомные бомбы в Японии, или взрываются сами наши атомные электростанции. Везде ведется контроль. Мегалитические постройки, древние календари, тайны морских глубин – все это следы, намеки, с помощью которых человечество сможет разгадать тайну Атлантиды. А может, сами Атланты считают, что наша цивилизация еще не созрела для этого? Нам остается только догадываться, какую судьбу они нам готовили. И продолжать искать ключ к таинственным знаниям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова